Война отобрала у него самое дорогое. Александр Пипа из Донецка. Один воспитывал троих детей. Его старшего сына убило во время обстрела. Двое других живут в нечеловеческих условиях. Обломок снаряда пробил потолок их квартиры. Историю продолжит Татьяна Блинова. Александр Пипа похоронил сына год назад. Андрею было 18. Парень с друзьями попал под обстрел. Все его уважали. И девчонки, и друзья. И взрослые. Уже такой веселый, прикольный. Хорошие ребята были. Как говорится, война забрала. Тогда пятерых ранило и двоих убило. Вместе с Андреем погиб 14-летний Даниил. Вместе, ну в одной оградке. Вместе учились, как говорится, в одной школе. Александр показывает место, где прошлой осенью погиб его старший сын. Это стадион школы номер 63 в Донецке, неподалеку от аэропорта. Тогда было так же солнечно. Ребята играли в футбол. Внезапно начался обстрел. С тех пор прошло больше года, но отец до сих пор не может сдержать слез, вспоминая тот день. Ну я был на работе, начался обстрел. Вот. Пришел домой, ребята прибежали, сказали, дядь Саша, держитесь. Я туда побежал, не знаю, как я туда бежал. Пришел, шок, паника. Сразу не мог понять, что лежит Андрюша, старший мой сын, и друг Максима, 14 лет, Данил. Пережить страшную трагедию мужчине помогают дети. У него осталась 17-летняя дочь и 15-летний сын. Отец очень боится потерять их. Сын постоянно со мной после трагедии. В квартире, где проживает семья, выбиты окна и осколками пробита крыша. Ну это у нас детская. Здесь, конечно, были весели ковры, ковры такие детские, красивые. Ну когда утепель начинает капать, вот тут тазики, все тут подставлено. В квартире прокладно и очень влажно. Обогреваются газом. А чтобы не капало на голову, Александр соорудил вот такую конструкцию. Дождь идет, оно все сюда течет, а потом тут дырка, если по ниточке вот сюда в тазик, все стекает, течет. Мужчина 15 лет проработал на железнодорожной станции. Сейчас охраняет ту самую школу, на стадионе которой погиб его сын. Другой работы нет, а детей нужно кормить. Хорошее подспорье, продуктовые наборы гуманитарного штаба. Если вот это все бы покупать, наверное, денег бы не хватило. За поддержку Александр благодарен Ренату Ахметову. Ренату Леонидовичу большое спасибо, что помог, ну помощь в похоронах. Спасибо ему большое и помощь. Он денежную выплатил. Ну и помогает продуктовыми пакетами. Александр, как и другие мирные жители Донбасса, ждет лишь одного – мира, чтобы дети не умирали. Татьяна Блинова, Даниил Киреев, События, канал Украина. Игорь Негода – Надеюсь. Леониды –